МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Более 30 стационарных больных. Из них четверо в реанимации в крайней степени тяжести. Более 300 изолированных Роспотребнадзором. Благодаря доставке почты круга рейсами жители отдаленных населенных пунктов Нинского автономного округа получают посылки и письма быстрее, чем раньше. Теперь почта доставляется сразу, не дожидаясь полной комплектации груза для отправки чартерного рейса. После каждого рейса по городским маршрутам автобусы на Ренмарского АТП отправляются на дезинфекцию. Водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты. Население, в свою очередь, в основном молодого возраста, пренебрегает мерами безопасности. Пять новых случаев заболевания коронавирусом. Более 30 стационарных больных. Из них четверо в реанимации в крайней степени тяжести. Более 300 изолированных Роспотребнадзором. Такова ковидная статистика на 6 июля. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты Нинского автономного округа провели брифинг для региональных СМИ. Брифинг для представителей средств массовой информации начался с вопросов и ответов о текущей эпид-обстановке по коронавирусу. Пациенты все находятся под наблюдением медицинских работников. На сегодня у нас лечится 93 пациента с новой коронавирусной инфекцией. 31 пациент находится в стационаре. Из тех пациентов, что у нас находятся в стационаре, это 4 пациента в крайней степени тяжести находятся в реанимационном отделении. 26 пациентов находятся в отделении инфекционном. По статусу 3 удовлетворительных, 19 средне тяжелых и 4 пациента в тяжелом состоянии. Все получают лекарственную терапию адекватную в соответствии с клиническими рекомендациями. Доктора бьются за их жизнью и здоровью. Симптоматика заболевания в третью волну коронавируса, как отмечают медики, сильно поменялась. Да, очень сильно настораживает данная инфекция тем, что она протекает на самом деле молниеносно и незаметно для самого пациента. Отмечаю также доктора, которые слагаются на первичном этапе с данными пациентами, что внешний вид пациента не соответствует той тяжести, которая есть на момент осмотра. Поэтому, конечно, обращаем внимание всех пациентов, и жителей округа, и жителей города. И их родственников на то, что, пожалуйста, соблюдайте средства индивидуальной защиты. Много было информации о том, что маска обычная медицинская, она не спасает от вируса. Конечно, это так, она не спасает от вируса, она спасает от той дозы вируса, которую вы приобретете от больного человека. Много сейчас случаев было госпитализации к нам в реанимационное отделение. Все пациенты поступали с крайней степенью тяжести, уже со стопроцентным поражением легочной ткани. И эти пациенты на момент еще поступления сами не отмечали той тяжести, которая была у них уже по факту. И, конечно же, прогноз у таких пациентов крайне тревожный. Здесь вопрос встает не только о том, чтобы пациента перевести в соматическое отделение, после того, как он перестанет нуждаться в респираторной поддержке, но также и в присоединении сопутствующей патологии, с которой потом крайне тяжело бороться. Поэтому, конечно, здесь целый каскад изменений в организме происходит. Это касается сердечно-сосудистой системы, это касается и способности головного мозга к перевариванию информации и к адаптации человека к социальной жизни. И также, если есть у кого-то хроническая патология, она будет, безусловно, обостряться. И многие пациенты возрастных групп старше 50 лет, если даже идет положительная динамика по коронавирусной инфекции, если удается справиться с вирусной пневмонией, эти пациенты потом надолго задерживаются в обострении их хронических ситуаций, хронических заболеваний. Врачам и фельдшерам стало труднее выявлять коронавирус по сравнению с двумя предыдущими волнами эпидемии. Очень часто у нас сейчас бывает так, что приезжаешь на вызов, вот действительно нет показаний к экстренной госпитализации по всем критериям, которые у нас имеются. То есть, возможно, там уже идет поражение легочной ткани 30-40-50%, но его мы не слышим, мы его не видим. Мы не можем определить это, потому что сатурация держится на высоком уровне насыщения крови кислородом. И поэтому такие пациенты лечатся амбулаторно. И вот это вот основная сложность в том, что сегодня коронавирусная инфекция протекает скрытно, латентно. И поэтому, когда мы уже госпитализируем, то идет уже поражение значительно более глубокое. За последние две недели эпид-обстановка в округе значительно обострилась. За этот небольшой период времени от коронавируса скончались сразу шесть пациентов Ненецкой окружной больницы. Это позднее выявление заболевания, позднее начало лечения. В случае любой вирусной пневмонии позднее начало лечения будет приводить в большинстве случаев к неблагоприятным исходам. Количество заболевших растет с каждым днем, причем в основном за счет возвращающихся из-за пределов округа отпускников. Участники брифинга поделились, что больше всего заболевших из тех, кто отдыхал в Анапе. Хочется отметить следующее, что у нас медицинская организация сейчас работает на пределе. Для того, чтобы развернуть дополнительные коечные мощности, нам нужны дополнительные кадры. К сожалению, у нас сейчас кадры все в ограниченном ресурсе. Поэтому еще раз призываем наше население отнестись с пониманием к той ситуации, которая есть, и максимально себя обезопасить. В третью волну коронавируса изменились возрастные группы заболевших. Если помните, то раньше вирусу были более подвержены пожилые люди. У нас сейчас возрастная группа старшая, она более-менее стабильна. У нас сейчас идет рост заболеваемости в группах 18-29 и 30-39. Это те группы, которые всегда считают, что нас пронесет, нас не коснется. И как раз эта группа начинает активно болеть. Медики, борющиеся с коронавирусом в регионе, также отмечают, что заболевшие ковидом обращаются за медицинской помощью через несколько дней после заболевания. Многие ходят до последнего на работу, думая, что пронесет. Многие случаи, с которыми я сталкивался, показывают то, что человек продолжает ходить на работу. То есть он заразился, у него уже поражение какое-то есть. Он чувствует единственное, что слабость какую-то небольшую. Он продолжает работать, при этом он инфицирован. Если он не носит маску, то, соответственно, вы понимаете, насколько быстро может распространяться вирус. Особенно, если человек работает где-то в сфере торговли, скажем, да, то есть там, где имеются большие скопления людей. И, соответственно, мы просто, если дальше будет продолжаться таким образом, то будем иметь еще большую вспышку, чем сейчас, на данный момент. Поэтому медики советуют, при первых признаках заболевания, при недомогании не выходите из дома, обратитесь к участковому врачу. Если вы чувствуете, что вы больны, что у вас повышенная температура, не надо этого геройства, и ходить героем на работу, я больной пришел, посмотрите, какой я красивый. Вы можете являться источником инфекции. Если у вас повышается температура, чувствуете першение в горле, какие-то респираторные изменения есть, не надо никуда выходить, просто вызовите врача на дом, врач подойдет. Естественно, не придется в два часа, как я уже говорила раньше, у нас кадровый дефицит очень жесткий. Как только у врача появится возможность, он подойдет, осмотрит, если потребуется, возьмет мазок и примет все решения, которые необходимы по каждому конкретному пациенту. Напоминаем, в регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, либо в своей медицинской организации. По субботам привиться можно без предварительной записи в городской поликлинике и поликлинике поселка Искателей. А теперь ежедневно и в пункте вакцинации, расположенном во Дворце культуры Арктика, в порядке живой очереди. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Почта России на Ренмарский объединенный авиаотряд в 2021 году продолжает совместно доставлять населению Ненецкого автономного округа корреспонденцию по совмещенным маршрутам, так называемым «кругорейсам». Дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах было подписано между предприятиями еще в прошлом году. Первый почтовый «кругорейс» был выполнен 25 ноября 2020 года. Он доставил груз из Наринмара в Индигу и Коткино. Всего в 2020 году отправлено 74 почтовых рейса, из них 9 «кругорейсов». Общий вес доставленной корреспонденции за год составил 85 тонн. Теперь «кругорейсы» стали привычным для жителей отдаленных населенных пунктов округа, которые связаны с Наринмаром только авиасообщением. 1 июля при отправке очередного «кругорейса» в окружные села в Наринмарском аэропорту побывала съемочная группа телеканала «Север». Это так называемый «кругорейс» совершит авиаперевозку почтовых отправлений в Андерму и Каратайку и заберет почтовые отправления в этих населенных пунктах и вернется в город Наринмар. Благодаря доставке почты «кругорейсами» жители отдаленных населенных пунктов Ненецкого автономного округа получают посылки и письма быстрее, чем раньше. Теперь почта доставляется сразу, не дожидаясь полной комплектации груза для отправки чартерного рейса. В этом году с января по июнь совершили уже 25 авиарейсов и доставили порядка 34 тонн почтовых отправлений. Новые возможности доставки корреспонденции в условиях работы на Крайнем Севере положительно оценивают и почтовые работники. Соглашение по «кругорейсам» позволяет нам не дожидаться отправки почтовых отправлений на чартерном рейсе в одном направлении и решает две самые главные задачи. Первое – это ускоряет время доставки почтовых отправлений в село Ненецкого автономного округа. И второе – позволяет не накапливать почтовые отправления в сортировочном центре города Наринмара. Елизавета Кабанова, Александр Поприкович, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Комфорт и безопасность пассажиров – приоритет у Наринмарского автотранспортного предприятия. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, автобусы АТП, осуществляющие перевозки пассажиров на всех маршрутах, подвергаются дезинфекции после каждого рейса. Водители и кондукторы используют средства индивидуальной защиты. Население, в свою очередь, в основном молодого возраста, пренебрегает мерами безопасности. На сегодняшний день в Наринмарском автотранспортном предприятии ежедневно в рейсы выходят 22 автобуса. После каждого выхода на маршрут – обязательная санитарная обработка. Обработка в данный момент организована следующим образом. То есть автобусы после смены заходят в АТП, мойщик-уборщик внутри вытирают все поручни, обрабатывают дезинфицирующим раствором. Но обработка производится очень тщательно. Салон пассажирского транспорта обрабатывается полностью, после чего автобус отправляется на мойку, где дезинфекцию уже проводят снаружи. Делается раствор, стиральный порошок, доместос и вот этот антисептик. Моется пока поручни. У меня тут еще где-то дозатор есть с антисептиком. И отдельно уже после мытья он обрабатывается этим антисептиком. Дезинфекция, проветривание и обязательное ношение средств индивидуальной защиты для водителей и кондукторов – это те меры безопасности, которых придерживается предприятие. А вот среди пассажиров маски предпочитают носить в основном люди старшего возраста. Мы как-то легкомысленно относимся. А вот сейчас у меня очень хорошая знакомая переполела. Она была там, дочка была дома, вот сейчас все кровь. И два сына в Питере потеряли уже обоняние, не слышат кофе. Хотя температура пока 37,5, вызывают врача там бесполезно. То есть, как я понимаю, круг сужается. И когда он сужается, мы начинаем, наверное, более трезво смотреть на ситуацию. Обязательно носить. Сказано носить, значит носить. Все. А как вы относитесь к тем, кто в автобусе ездит без масок? Ну, значит, они на себя надеются, на свое здоровье. У кого здоровье плохое, вот мы и носим. Обязательно надо маски. Отработанные материалы. Почему? Потому что такая эпидемия идет. Коронавирус. Поэтому нужна маска. Ну, я не знаю, мне кажется, она не помогает ничем. У меня есть маска с собой? Есть. Почему я знаю? А все без масок ходят. Я как бы и не думал ее одевать, если ее никто не одевает. Но с собой носите? Да, у меня с собой. Могу даже показать. Даже одеть. Да. А в каких случаях вообще ее одеваете? Больница, аэропорт. Учебные заведения. Магазины. В целом, как отмечают кондукторы, пассажиров в средствах индивидуальной защиты становится больше. Ну, люди одевают маски. Стало замечать, что вот больше людей заходят в масках. В перчатках бывают. Ну, что и перчатки, и маска обязательно. Вот некоторые заходят. Есть люди, которые заходят в автобус и сразу же сами одевают маски. Вот. Есть, которые махнули рукой в руки и сидят дальше. Напомню, в Нинецком округе введен обязательный масочный режим. Штрафы за проезд в общественном транспорте без маски весьма существенные. Для физических лиц от 1000 до 30 тысяч рублей. Для юридических от 100 до 300 тысяч. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Жители Нинецкого автономного округа могут бесплатно получить арктический гектар уже в августе этого года. В соответствии с федеральной программой, принятой по аналогии с дальневосточным гектаром, на сессии регионального парламента был принят региональный закон о территориях, который можно использовать для выделения населению арктических гектарах. Согласно федеральной программе, жители России смогут получить в безвозмездное пользование гектар земли, расположенный на территории Арктической зоны Российской Федерации. Программа уже опробирована на Дальнем Востоке. Здесь она пользуется популярностью. Но следует заметить, что Дальний Восток и Арктика имеют свои территориальные особенности. В рамках 119-го федерального закона предусмотрена разработка проекта закона субъекта Российской Федерации с описанием местоположения территорий, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с данным федеральным законом и площади таких территорий. Это принципиальное отличие реализации программ Дальневосточного и Арктического гектаров, поскольку на Дальнем Востоке приняты законы субъектов о территориях, так называемых, нельзя. На территории арктических субъектов принимаются законы о территориях можно. При разработке регионального закона о территориях для выделения арктических гектаров была учтена важная особенность Ненецкого автономного округа. 95% территорий округа составляют земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для оленеводства. Таким образом, практически вся территория округа на сегодняшний день находится в аренде оленеводческих хозяйств и не может быть вовлечена под реализацию данной программы. При реализации программы нельзя использовать также земли, которые находятся на территории особо охраняемых природных территорий, территориях традиционного природопользования, лесного фонда, объектов культурного наследия, территорий общего пользования, земли под автомобильными дорогами, приграничные зоны побережья и территорий населённых пунктов. Ограничений много. В профильном ведомстве изучили вопрос досконально, посоветовались с жителями ряда сельских муниципальных образований, провели опросы. Наиболее востребованными в этой связи обозначились территории, где учтено также мнение жителей. Это деревня Куя и прилегающая к ней межселенная территория Заполярного района. Всего выделено 1293 гектар, 5 гектар в самой Куи и 1288 гектар на близлежащей межселенной территории. В дальнейшем по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, с учётом мнения жителей округа, в том числе коренных малочисленных народов Севера, список территорий будет расширяться. Предоставление участков будет проходить поэтапно. Первые полгода получить их смогут только местные жители, проживающие в Неницком автономном округе, а с февраля 2022 года уже и другие жители России. Земельные участки можно будет использовать под строительство жилья и для ведения бизнеса. Земли будут предоставляться в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечении срока землю можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды. Сто дней на посту начальника окружной полиции. Максим Кузнецов в ходе общения с журналистами подвёл итоги работы управления за 5 месяцев 2021 года, а также рассказал о текущей оперативной обстановке в регионе. Кроме того, участники встречи затронули вопросы, которые требуют особого внимания со стороны граждан. В частности, речь шла о мошенничестве, кражах велосипедов и самокатов и кибермошенничестве. Число правонарушений в сфере IT-технологий остаётся на высоком уровне. Эти наши пресловутые мошенничества с использованием сотовых телефонов и кражи из банковских карт. Безусловно, наверное, основной причиной является увеличение количества времени, которое все мы проводим в социальных сетях, в сотовых телефонах, в интернете в целом. В целом вообще цифровизация нашей жизни. За последние пять месяцев в Ниньском округе сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних на бытовой почве, в общественных местах и на улицах. Ни одного преступления на территории округа не зарегистрировано, совершенного с применением оружия и в состоянии наркотического опьянения. Сократилось количество дорожных и транспортных происшествий с пострадавшими. При этом сотрудниками полиции за пять месяцев выявлено 1747 административных правонарушений в области охраны общественного порядка и более 4,5 тысяч в области безопасности дорожного движения. При этом сотрудниками ГИБДД установлено 92 водителя, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил Максим Кузнецов, доверие граждан к стражам порядка по сравнению с прошлым годом значительно возросло, а 67% населения округа считают себя защищенными от преступников. Не последнюю роль здесь играют камеры видеонаблюдения. Начальник окружной полиции добавил, аппаратно-программный комплекс системы фото- и видеофиксации «Безопасный город» в ближайшее время будет увеличен. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.